Не только повышение старых, но и появление новых. Сейчас депутаты Госдумы рассматривают новый законопроект. Его уже назвали налогом на смерть. Авторы законопроекта предлагают россиянам ежемесячно отчислять деньги на будущее погребение в казну государства. Правда, у людей уже возникают вопросы в необходимости очередных сборов, а у экспертов к прозрачности системы. В теме разбиралась Анастасия Шерстнева. А рядом стоят настоящие саркофаги. Их цена, к слову, в десятки раз больше. Но, как признается директор ритуального агентства Николай Валалеев, покупать гроб за 50 тысяч люди не спешат. Да и венки, кресты и одежду клиенты тоже берут бюджетные. Пособие, которое сейчас выдается государством, это 6 396 рублей 59 копеек. Это на захоронение одного человека. Конечно, эта сумма очень маленькая. Но выбирать атрибуты для похорон россиянам в скором будущем не придется. Если будет принят новый закон, который уже прозвали налогом на смерть. Депутаты предлагают ежемесячно зарплаты отчислять некую сумму в казну. Зато государство, в свою очередь, обязуется провести умершему достойные похороны. Так выглядит федеральный законопроект о похоронном деле в Российской Федерации. Информация здесь расписана на 54 листах. Тут говорится о гарантиях, о вольеизъявлении граждан. В перечень услуг входит оформление документов, предоставление и доставка гроба и иных элементов, необходимых для погребения. Также транспорт и непосредственно сами похороны. Вот только никаких конкретных цифр, а сколько будет стоить это самое погребение и о какой сумме налога идет речь, здесь нет. Особенно людей смущает, что платить налог будут все. Но кто-то будет перечислять деньги, к примеру, год, а кто-то 40 лет. А похороны будут устроены на одну сумму. Кировчан также смущает не только непродуманность, но и сам факт появления нового сбора. Я думаю, похоронят, в конце концов, родные, на то, если пошло. Так? Лучше поменьше налогов, а то и там уже налогов слишком много. Я так думаю, что я заработаю себе на смерть сам. А то, что куда-то деньги будут уходить, куда они будут уходить, никто знать не будет. Так же, как и сборы у нас очень часто происходят на другие дела. Где эти деньги, кто ими крутит. Хрена никакого в государстве, это ничего нет. Только тротуары, тротуары, да ничего. Я сейчас только вот это иду от Васильева, я так же сам. Так что их хранять сожгут, да и ладно. Депутаты Госдумы, в свою очередь, защищают проект. Например, Евгений Федоров считает, что кладбищенский налог, по своей сути, будет более справедливым, чем налог на капитальный ремонт. До капитального ремонта доживут далеко не все граждане нашей процветающей страны. И, значит, не все из них смогут узнать, на что и кем будут потрачены средства, которые с них собирали при жизни. А право на смерть у нас всем гарантировано. И каждый может быть уверен, что Родина его похоронит. Значит, налог на погост точно не пропадет напрасно. Также парламентарии отмечают, что закон был разработан по просьбе ритуальных агентств. Но Николай Волалеев, директор одной из таких фирм, говорит, что просили они совершенно о другом – провести инвентаризацию кладбищ и вывести из тени ритуальные услуги в целом. Нет прозрачности, нет понимания границ, нет понимания, какое кладбище открытое, какое закрытое, как это будет происходить по захоронениям. У нас население не информировано полностью. Этот закон буквально мы все ждем с 2015 года. Вот 2015-2016 год мы в ожидании, 2017 должен был как-то, у нас уже должно было понимание быть, 1 декабря уже на Госдуму увезти. Но вот сейчас такая неожиданная новость для нас, для всех, и мы так понимаем, что в этом году уже этого законопроекта, он так и останется законопроектом. Закона мы не увидим в чистом виде. К слову, средняя цена похорон в Кирове варьируется от 15 до 18 тысяч рублей. И эти деньги, говорят специалисты, люди, как правило, находят. Поэтому прежде чем вводить подобные сборы, лучше сначала обсудить их с общественностью и узнать мнение, отмечают эксперты. Анастасия Шерстнева, Илья Акатьев, Бюро новостей Дайвича. Продолжение следует...